Майор, опять ты? Что-то случилось? А случился настоящий кинобум. Знакомые лица в эфире Пятого канала. Новые серии третьего сезона многосерийного детектива «Наш спецназ» уже обрадовал своих фанатов. Вторую часть третьего сезона отсняли на территории Джейрахского и Сунжинского районов еще в июле. Съемки проходили на протяжении двух недель. Действие закручивается вокруг группы спецназовцев, которые направляются на тренировочные сборы в Ингушетию. Захватывающие истории о жизни и работе бесстрашных бойцов из СОБР приняли участие и актеры Ингушского государственного драм-театра. Четыре серии и две истории. Выходи, Инна, ты в безопасности! Помогите! Уникальная природа, богатое культурное наследие и атмосфера Ингушетии сыграли важную роль в выборе новой точки, отметили представители Пятого канала. Огромным плюсом, как отмечают наши актеры, была возможность корректировать сценарий с учетом ингушского менталитета. В главных ролях играет российский актер кино и театра Сергей Горобченко. Его персонаж возглавляет специальный отряд быстрого реагирования. Это его первый приезд в Ингушетию, но благодаря теплому приему признается артист далеко не последний. Я, конечно, очарован и колоритом природы, и красотой гор, но самое главное, все-таки теплотой человеческих сердечек. Это очень-очень дорого, и для меня это здорово. А с какими сложностями вы столкнулись в процессе съемки? Вы знаете, каждые съемки несут в себе ряд производственных всяких немцев, с которыми вы приходите справляться. Важно, чтобы было понимание человеческое в коллективе. Когда оно есть, то любые трудности вас может победить. Проект Пятого канала открывает уникальные возможности для наших артистов заявить о себе на всю Россию. Роль капитана уголовного розыска сыграл главный режиссер русского музыкально-драматического театра Ингушетии Ахмед Лиянов. Ну, мне была предложена роль такой, есть капитан Гопархоев. И мы вот совместно с питерским СОБРом, который сюда приезжает в командировку, мы с ними расследуем ряд преступлений, связанных там на линии нефтепроводов и так далее. Ну, вроде бы такая роль была интересная, занятная. Тем более, я когда-то служил в органах, и мне как-то ребята издевались, говорят, что обратно вернулся в свои пенаты. Ну, а роль одного из антагонистов третьего сезона «Селянина» сыграл наш актер Адам Доскоев. Мужчина отмечает, пройдя кастинг, и не думал, что это ему так понравится. Было интересно узнать, как это все происходит, эти съемки, эти спецэффекты, эти взрывы, декорации и так далее, и так далее. Было очень интересно, если честно. И я не пожалел о том, что снялся в данном фильме, потому что это, как бы, я себя увидел вообще с другой стороны. По заказу Пятого канала производством сериала занимается кинокомпания 3Х Медиа. Погони, стрельба и драки – все это присутствует в новом сезоне сериала. И нашло отклик в сердцах ингушских зрителей. Мы с братьями сидели, с двоюродными собрались, и именно вот это мы в основном заметили, что очень красивая картинка. Ну, допустим, увидев эту красоту, может, многие с нашей страны решат приехать к нам в гости, посетить нашу республику. Это тоже очень интересно. Это будут какие-то взаимодействия, отношения, дружба. Съемки сериала в горной Ингушетии – это возможность для специалистов киноиндустрии получить бесценный опыт, а для зрителей страны увидеть красоту Ингушетии, познакомиться с ее природой и богатой культурой. Чтобы это было максимально качественно, и люди уехали с хорошими впечатлениями отсюда. Это, конечно, нужно поблагодарить руководство, потому что было сделано все возможное, чтобы проект был удачным. Сериал «Наш спецназ» выходит в эфире Пятого канала «Третий год». На экранах уже новые серии. Их можно посмотреть на официальном сайте Пятого канала. Но за дружбу и кавказское гостеприимство!